МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освечения отримали мать и малых, которые родились 21 вероятеля. Худко и сручно. Сегодня открылся рух по новым пригородным маршруте Гомель Плюсы. А сейчас об этом меньшем больше подробно. Якость проверенная годами. Сегодня в Гомере отбылся урочистый сход с нагодой дня машинобудовника. На им ушановили лепших супрацовников Гомель Сельмаша. До речи, 2020 год особливый для предприемства. У Кастричнику коллектива означает 90 год с момента початка вытворчасти. Об сегодняшних реалиях и завтрашних перспективах. Материал Дмитрия Котова. Степан Намаченко – один из наибольшевопытных працовников предприемства. На Гомель Сельмаша уже 34 годы. Кажа, когда одной же пересягнул порог завода, одразу зрозумел – праца тут назавжды. В этот день Степана Георгиевича переполняют особливые почутки. И он – улик узнагородживаемых. За свою шматгадовую пленную працу, отримливая гоноровую грамоту Министерства промысловости, это высшая узнагорода для любого супрацовника Гомель Сельмаша. Перед выходом на сцену, подчас размовы с журналистами, узгадывая этапы развития предприемства и означая, зараз творены вельми комфортные умовы. Условия намного изменились, когда палили печки, это самое, палили в 90-е, и сейчас, когда и отопление, и комнаты приема пищи ездят, пообедать. В общем, много делает администрация для того, чтобы условия улучшались с каждым годом. Гомсельмаш сегодня заявляется флагманом айчинного машинобудовництва. Старшиня Гомельского облвыконка Магинац Соловей означает, благодаря инновациям предприемство динамично развивается, что становчивым чином отбивается на огульных поспехах аграрного сектора региона. И эти 28-ми они все работают в Союзовской области. Вы знаете, слова благодарности вам выражают наши сотрудники, сельхозорганизации, механизаторы, которые все взрывы данных комбайнов убедили, что это дает возможность им более эффективно работать. Любый поспех предприемства – это в первую чергу люди, которые что дня прикладают максимум намаганий на своих прационных местах. Лепших уважают подчас урочистого схода. У истории Гомсельмаша хапало не о простых периодах, однако коллектив за все дызноходил выезды в самых складанных ситуациях. Все летняя пандемия значно подорвала сусветную экономику, однако не глядяши на складанные умовы, Гомсельмаш с долю нарастить вытворчесть и реализацию продукции. До приклада у Липени и Жнивни что месяц выпускалося 201-ок самоходной техники, а на продаж накировалось около 240 комбайнов. Экспорт вырос на 60%. Открыты новые рынки сбыту. Спис гандлёвых партнёров пополнился Армении и Зимбабве. Продприемство не спыняется. На переде шмат планов. Нам предстоит на самом деле ближайшее будущее достаточно большой объем работы. И мы это прекрасно понимаем и знаем. Это совершенственные техники по надёжности, по качеству. Это снижение затрат, модернизация производства. Но я уверен, что мы Гомсельмаш с честью с этими задачами справимся и выведем наше предприятие на совершенно другое уровень. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня, выполняющий обовязки Министерства здоровья Беларуси Дмитрий Пеневич, представил коллективу Гомельского Державного Медицинского Университета нового ректора. Им стал доцент кафедры инфекционных хвороб БДМУ Игорь Стома. И он скончил лечебный факультет Беларусского Державного Медицинского Университета по специальности «Урач-энфекционист». С 2013 по 2017 годы, окромя науково-выкладчицкой деятельности, працавал урачом у Минской инфекционной больницы. В 2020 году оборонил диссертацию на соискание науковой ступени доктора медицинских наук по теме терапии и профилактики инфекции у пациентов с пухлинными захворваниями кровотворной тканины. Заявляется аутром больше, как 100 науковых публикаций. Мой путь – это, прежде всего, путь моих учителей. Потому что никто из людей, которые достигают определенного уровня, не достигал его в одиночку. То есть в этой ситуации надо говорить о тех людях, о тех командах, которые в свое время поверили, которые шли рядом, которые шли к одной цели. Именно поэтому я хочу подчеркнуть, что медицина и образование высшее медицинское – это, прежде всего, командная работа. И роль руководителя в этой ситуации – объединить, мотивировать. Назначен новый ректор, он самый молодой доктор медицинских наук и вообще доктор наук в стране. С огромнейшим опытом работы, в том числе за рубежом. И его тема научных изысканий, он об этом лучше скажет, это как раз рассмотрение проблем человека целостно. И вот я полагаю, что сформированный здесь научный коллектив, его научный коллектив должны спотенцировать, сгенерировать те идеи, которых мы очень нуждаемся. Не только мы, но вообще в целом нуждаются общественное здравоохранение и медицинская наука в целом. Дмитрий Пеневич выказал подяку за добросумленную працу былому ректору университета Анатолию Лызикову, який узначаливал коллектив с 2007 года, а в целом присвятил Гомельской ВНУ 20 годов профессийного життя. Под яху кераунистам установа добилась высоких выникал Янарых, то есть специалистов не только для Гомельщины, але и для всей Беларуси. До того же у Гомельской ВНУ навучаются замежные студенты с 28 краин света. Усё гэта з'является добрым подмурком для новых досягненья У. Немауляты, народженные 21 вересня, сёння отрымали посвященни дятей Миру, а их мати, кветки и грошовые подарунки от Гомельского областного отделения Беларуского фонда Миру. Наши корреспонденты наведали урочистость и познайомились с молодыми мати, дети, яких з'явилися на свет у гэта святочный понеделок. Катярына осторожно и вельми пяшчотно прихиляет до сябе маленького Макара. Хлопчик народился у вечера Дня Миру. Мати каже, что по разликах медиков народжать треба было прикладно на два тыдни поздней, на початку Кастрышника. Але делится Катярына подчас своего уласного дня народжения 7 вересня, и она сказала родным, что уродильный дом трапить минаито 21-го. Так и отбылось. Не оказалось, что сына Катярына народила одразу на два святы. Православные отзначали расство Пресвятой Богородицы и Амиротворцы День Миру. Я не знала, что 21 сентября это был День Мира. Для меня это сегодня стало ясностью. А так я знала, что 21-го церковный праздник. Ну и ничего не предвещало. Было затишье перед сильной бурей. Потом резко отошли воды. Муж вызвал скорую. И в 17.20 где-то он вызвал скорую. И в 19.05 появилось наше чудо. Расскажите, у вас же не первый ребенок? Нет, второй. Расскажите о первом ребенке. Первая девочка. Скоро будет 6 лет в ноябре. Она очень тоже ждет нас с роддома. Поэтому я ей передаю привет. У сего у этой понеделок у родильных домах в области заявились на свет 42 дитяти. С их у Гомеля 22. Больше за все у новобелецким роддоме. Тут у День Миру народились 14 хлопчиков и девочинок. Молодые мати были вельми расчулены увагой, якое проявили до их семья. Не найдя квали фонду Миру за радостный день. Акция Дитя Мира, мы ее проводим на традиционную для Белорусского фонда Мира. Она проходит в разных регионах республики. В Гомельской области проводится 17 лет. И нам кажется, что это очень акция важная и символичная. Ведь ребенок приобретает такой миротворческий статус на всю свою жизнь. И нам кажется, что это будет его стимулировать в дальнейшем и в учебе, и в творчестве, и в спорте. А его семью, родителей, жить в мире и согласие. До речи усяго за 17 годов проведения акции, веншевания и подарунки отрымали амаль 707-я у Гомельшин, которые день народжения своего детяти святкуют с 21 вересня. У Международный День Миру. Марина Северьянова, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадио компания «Гомель». Ленинскому комсомолу Беларуси 100 годов. Гистория организации – неодъемная частка агульной гистории нашей краины. Прационные пятигодки, героизм у годы Великой Айчинной войны, целина, будавництва промысловых объектов – усех это непорывно связано галовным молодежным рухам минулого. Сегодня люди по всей краине означают вековый юбилей беларусского комсомола. О брачистых мероприемствах у Гомели наступный сюжет. Помник комсомольцам Гомельшаны. Напевно самая символичная месса для проведения митингу. Яно увасабляю долгий и непростый шлях с выпрабаваннями и досягненнями, военными и працованными подвигами. Люди, які собралися отзнашыць стагодзе комсомолу розных узростов. Продставники улады, ветераны, школьники. Хтось тя был непосредным удельником комсомольского руху, а хтось тя ведая об им тольке по рассказах дорослых. Так тя инакш для усіх присутных паде азначная. Комсомол – это созидательная сила. Молодая, полная энергии, задора. Это созидательная сила. Почему созидательная? Потому что, вспомним, студенческие строительные отряды, через которые прошли миллионы людей. И студенческие строительные отряды, они и назывались строительные, они строили. Они строили не только там кошары, целину осваивали, строили школы. Жилье, БАМ. Они строили нашу страну и строили наше будущее и свое будущее. Я хочу от имени молодежи города 2020 года заверить вас, что мы будем свято чтить героические традиции комсомольцев, сохранять и приумножать созданное, добросовестно трудиться на благо и процветание Республики Беларусь. Беларусский Республиканский Союз Молоди – промы продолжальник справы комсомола. Активисты БРСМ так само будуют важные промысловые объекты, працуют на вытворчасти, удельничают в доброчинных акциях. Закладка аллеи у гонор 100-годового юбилею – да не наповаги ветеранам комсомольского руху от молодого поколения. Я очень горд, что могу участвовать в этом мероприятии, что это дань поколения, это очень важно, наверное, для сейчас, для всех, для всей молодежи, для детей и взрослых, чтобы помнить вот это вот и знать, как это очень важно для нас, для белорусов. Я очень рад и горжусь тем, что могу помогать. Удельники святость воржают. Для их идеалы комсомола живые. Это ориентиры, которые грунтуются на вершных каштовностях. Головное – працавитость и патриотизм. Миколай Скенсиан, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Брагин, Камарин, Рудня Журавлёва, Лояу. По городах и везках региона прошел марш мира. У гонор 75-годзе перемоги и тыдня мира, его проведение организовало Гомельское областное отделение Белорусского фонда мира. Подорожье было долгим и насыщенным. А в том, как символичным маршем мира кручили по родной земли, репортаж Марины Северьяновой. Сначала невеликая экскурсия по Брагине. От Гомеля до его 100 километров. В последних годах райцентр становится все больше утульным и пригожим. Сейчас тут живут около 4 тысяч человек. Неколее до Чарнобыльской катастрофы было значительно больше. В 12.01 у дельники маршем мира в Камарыне. У одной из самых паудневых кропок Беларуси отцветковали день вызволения от оккупантов. Яркое и неповосински теплое солнце в зените. Под его ширыми променями, побачь вспомникам воинам-вызволителям, проходит урошистый митинг. 77 годов тому Камарын стал первым населенным пунктом, вызволенным от фашистов. Это было с 23 вересня подчас Чарниговско-Прыпятской операции. С выше 20 воинов, которые смоглись в районе населенного пункта, были представлены до звания Героя Советского Союза. В братской могиле поселка амаль 630 человек, которые загинули в деле свободы родной земли. Эта трагедия должна сохраниться в памяти беларусов назавжды. Шлях нашей краины – это мир для каждого из нас. Те события, далекие события 43-го года, должны нас объединить, должны показать, что мы единый народ, независимо от наших политических, религиозных и других мировоззрений. Праспалторы годины мы у Лоеве. Райцентр был вызволен от оккупантов вслед за Комарыном. В вересне 1943 года он оказался у эпицентра глючевых военных баталий, которые стали отправной кропкой вызволения Беларуси. Под Лойвом страты Червоной Армии наличивали свыше 9 тысяч солдат и офицеров. За мужность, проявленную в боях на Лоевском плацдарме, 365 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза. Здесь проявлены чудеса мужества и героизма. Здесь отличился наш знаменитый земляк, самый молодой уроженец Гомельщины, удостоенный звания Героя Советского Союза, как раз Золоевский плацдарм Борис Цариков. Он одним из первых оказался на противоположном берегу на своем участке, на высоком месте закрепил красный флаг, чтобы солдаты видели, где свои, и оттуда разворачивали дальше наступление за отвоеванный плацдарм. Собственно говоря, 5 дней он участвовал в боях по расширению плацдарма, по приказу командования неоднократно переплывал реку Днепр, а это середина октября, под огнем противника. И по совокупности, за мужество и героизм, которые он здесь проявил, ему было присвоено звание Героя Советского Союза 30 октября 1943 года. А 31 октября ему исполнилось 17 лет. То есть он 16 лет стал Героем Советского Союза. К сожалению, 13 ноября 1943 года он погиб в бою за Речицу. У Кострышнику Улоеве пройдут мероприемства с на годы дня вызволения города. Тут так само отцвяткуют 77 мирных переможных годов. Сегодня мы на этот марш мира пригласили, прежде всего, молодежь, чтобы она еще раз убедилась, мы же показали, какое сегодня состояние и в городах, и в населенных пунктах, и какое настроение у людей. Вот пригласили молодежь, чтобы она еще раз убедилась, и в связи с той ситуацией, которая немножко сегодня имеется в республике, чтобы она сделали правильный вывод и именно были продолжателями той миролюбивой политики, которая проводилась на протяжении 77 лет нашей республики. Удельники марша мира наведали и Брахинскую вёску Рудня Журавлёва. Тут, дякутши до помозе областного отделения Фонду Миру, открыли каплицу у память об спаленных фашистами пяти полесских вёсках. Так само побывали у Камарынской средней школы, где у Руднящих створили отрад юных миротворцев. Подробязно об этой части подорожья расскажем у наших дальнейших репортажах. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель», Брахинске и Лоевске районы. С этого дня начался рух по новым пригородным маршруте «Гомель-Плюсы». Это стало мягчимым после того, как же Харвёске и члены некоторых размещенных побоч садоводницких товариств за властные кошты драмантовали участок дороги до Уженёй больше, как один километр. Разом с Вясковцами у один из первых рейсов выехали наши корреспонденты. «Гомельский автовокзал». В связи с несприяльной эпидемичной ситуацией в широках Украин, как следствие, закрытием границ, колькость маршрутов, по яких отправляются автобусы, некальки снизилась. Але зараз, что день тут ожидаются перевозки, прикладно по 500 на керунках – пригородных, межобластных и международных. С этого дня в автовокзале «Гомель» пошелся рух по яшедным пригородным маршруте до вёски Плёсы. В адрес оператора пассажирских перевозок «Гомель-Облпассажир-Транс» поступило несколько обращений граждан на необходимости организации сезонного маршрута «Гомель-Плёсы», после чего указанные обращения были рассмотрены на заседании комиссии по организации регулирования пассажирских перевозок, а также безопасности движения при Гомельском райсполкоме и городсполкоме. В ходе комиссии было принято решение о целесообразности организации указанного маршрута, было выездное обследование дорожных условий на предмет соответствия, чтобы перевозка пассажиров осуществлялась в безопасном режиме. Вы знаете, мне уже 81-й год, и ходили пешком с колясочкой, очень тяжело, очень тяжело, в магазин, на рынок, везде. А сейчас очень большое спасибо всей администрации, которые позаботились о нас, которые, ну, большое-большое спасибо всем за вашу большую заботу. Открытие нового маршруту стало махчимым после того, как же «Горы-Плёсов» и члены некольких размещенных побоч садоводницких товариствов за властный кошт отрамонтовали участок дороги до ужинной больше, чем один километр. За собранные гроши и они набыли асфальта гранулят, а працовники Дорожного управления номер 113 за кошт предприемства в выходные дни зарабились его якосное дорожное покрытие. Теперь после открытия экспрессного маршрута трапить на дачу стало куды больше зручно. Раньше, в принципе, был только вариант с дизель-поездом, гомель-кленки, гомель. Вариант очень хороший, плюс дачный массив очень большой, дизель-поезд находится в одной стороне, ну, остановочный пункт поезда, в одной стороне дачных массивов, маршрут на такси находится в другой стороне. Я думаю, будет очень удобно. Что день по новым маршруте будет ожидать 10 рейсов с 9 припынками на городской территории. З уликом того, что открыли его только сегодня, пассажиру у маршрута покольня шмат, что не вельми задовольняет перевозчиков. А вот дорога, кажусь, саправды добрая, не той, что была ранее. Одны ямы. По сравнению, как оно было раньше и как сейчас, это совершенно другая дорога стала. Дорога хорошая, ехать можно, приятно ехать. Поколь маршрут «Гомель-Плёсы» працует в так званом экспериментальном режиме. Праз месяц будет принято решение об его мытозгодности. Утымлеку – у зимовый период. Меж тем же хары «Плёсов» собрали додатковые сродки и протягнули ремонт дороги уже непосредственно на территории вёзки. После завершения работ они мают намер звернуться до керовниства «Гомель-Абл-Пассажир-Транса» с просьбой протягнуть маршрут по территории Плёсов, а так само зробить некольки додатковых припинков. Я сегодня утром ехала. Маршрут, значит, надо сделать возле Брянска. Почему? Потому что там у нас больница. Мы не можем, уже люди пожилые, и нам добираться до больницы очень трудно и тяжело. Она находится возле Брянского магазина, так? И, значит, возле рынка. Нам магазины нужны в настоящее время с Кораной. Поэтому, пожалуйста, помогите здесь ещё в этом вопросе. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадиокомпания «Гомель». Это и атак само иншая новинная информация об проектах Телерадиокомпании «Гомель». Вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.teverhomel.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Трагедия произошла сегодня в Речице. На пожаре в райцентре погиб мужчина. Сообщение ОЧП поступило в дежурную службу в половину четвертого утра. Когда спасатели прибыли, кровля двухэтажного жилого дома горела открытым пламенем. Спасатели обнаружили в одной из квартир двух человек. Медики констатировали смерть мужчины, женщина госпитализирована. Огонь уничтожил крышу, потолки и повредил стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. МЧС напоминает. Неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении, наиболее часто причина пожаров и гибели людей от них. Не подвергайте свою жизнь и жизни окружающих людей опасности. Всего за минувшие сутки произошло 4 пожара в жилом секторе. В Лельческом районе горел кирпичный сарай. Огонь уничтожил кровлю и имущество зданий. Пострадавших нет. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Кирпичный сарай горел и в Будокошелевском районе. Повреждены имущества и стены, уничтожена кровля. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. А в Гомельском районе вероятной причиной возгорания могло стать нарушение правила эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В агрогородке Еремино горел кирпичный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и повредил имущество. Светлогорские спасатели помогли снять девочке кольцо. Украшение было надето на средний палец левой руки. Из-за отека подросток не смогла снять его самостоятельно. Сотрудники МЧС при помощи электроинструмента удалили кольцо. В госпитализации пострадавшая не нуждалась. Милиция устанавливает личность мужчины, который забрал из камеры хранения чужой рюкзак. 17 сентября примерно в 19.40 в магазине по улице Мазурова, 79, неизвестный взял из камеры хранения не принадлежащую ему вещь. Если вы узнали гражданина, изображенного на фото, правоохранители просят обратиться по телефону, указанному на экране. В Чечерске задержан серийный велосипедный вор. За неделю он совершил три кражи. После поступления очередного заявления о краже, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Милиционеры вышли на след подозреваемого. В подвальном помещении многоэтажки, где тот проживал, были обнаружены угнанные велосипеды. Один из них в разобранном состоянии. Подозреваемый, 58-летний местный житель, был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. В настоящее время нигде не работает. Материалы переданы следователям для дачи правовой оценки. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. Хозяева выиграли с минимальным преимуществом 26-24. Во втором и третьем команда Романа Аплевича проблем не испытала. 25-17 и 25-11. Удачная игра на домашней арене сложилась и для мужского гонбольного Гомеля. Столичный Витязь упирался, однако капитулировал под натиском Гомельчан 40-33. Десятью голевыми бросками в составе Хозяева отметился Андрей Ященко. В турнирной таблице команда Андрея Мочилова по-прежнему на второй строке. Кстати, именно с Витязем Гомелю предстоит бороться за выход в финал четырех Кубка Беларуси. Жеребьевка турнира состоялась на днях. 10 февраля следующего года команды сыграют в нашем областном центре 24 февраля в Минске. Вторую пару составили Кронаны Машека. Победители противостояний в решающем этапе розыгрыша трофея присоединятся к мешков Бреста и СКА. Женская команда гандбольного клуба «Гомельс» защищать титул обладателя Кубка будет сразу со стадии финала четырех. В «Гомеле» прошли областные Олимпийские дни молодежи по гандболу. За награды боролись две команды девушек 2004-2005 годов рождения. Обе дружины «Гомельские» – это «Сдюшор номер 10» и «Гацор» по игровым видам спорта. По итогам турнира победили представительницы «Сдюшор 10». Они отправятся на республиканские Олимпийские дни молодежи. Участвуют только две команды. У нас гандбол женский культивируется только в трех городах. В двух городах – это Рогачев и в «Гомеле» две школы. В Рогачеве данного возраста девушек нет, поэтому принимают участие только две команды. В эти дни на площадках областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта проходит первенство страны по мини-баскетболу. Соревнуются девочки 2008-2009 годов рождения. Всего семь команд. Две представляют Минск, остальные пять – области страны. Не приехала только сборная Гродненского региона. Команда сейчас находится на карантине. У одной из баскетболисток диагностирован коронавирус COVID-19. Мини-баскетбол мало чем отличается от обычного. Главное правило – игровое время получает каждый игрок. Это мини-баскетбол. Здесь правила немножко отличаются. Здесь играет вся команда, которая состоит из 12 человек. Они играют по периодам. Но играют, что самое интересное, все дети должны участвовать на соревнованиях, а не быть туристом и не сидеть на скамейке. Сборная Гомельской области сформирована из баскетболисток из Гомеля, речицы из Светлогорска. На первом этапе участников разделили на две группы. Соперницы наших девчат по квартету «Б» – команды Бресской, Витебской области и Минск-1. И тренеры, и игроки рады возобновлению соревнований. Хоть в период паузы, вызванный пандемией, тренировки проводились, но игровую практику ничто не заменит. Без нее невозможен рост мастерства. Настроены на борьбу. Дети очень соскучились по баскетболу. Это первое официальное соревнование после пандемии. Не хватало игрового опыта, конечно, за эти полгода. Но сейчас мы настроены на борьбу и показать достаточно высокий результат. Игры в подгруппах на первенстве завершатся завтра. В субботу и воскресенье – плей-офф. Кстати, в ближайшие выходные стартуют сезоны у взрослых. Мужская команда «Гомельской рыси» начнет чемпионат страны в субботу выездным матчем против столичного импульса «Бгуэр». Женская дружина в воскресенье ждет в гости с Моки. Игра пройдет во дворце игровых видов спорта. Начало в 15.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.